В местах, на стройках, очень много водителями, есть у них разные маленькие бизнесы и так далее, магазины, эти, как их называют. Скажите, где плотницкое дело? Столярки, столярные мастерские, заводики всякие и так далее. На заводах очень многие работают, они получают образование, учатся. В основном, какие у них специальности популярны? Врачи, очень много обслуживающего персонала, в смысле обслуживающего персонала, в больницах, то есть медбратья, медбратья, сестры, санитары и очень много аптекарей, то есть фармацевтика. Очень популярна у них фармацевтика, очень много молодых ребят идут учиться на специальности, знаете. Во всех у нас практически могут. Фармацевтика очень много, очень много оптометристов, то есть вот такие вот специальности. Все врачи, кто может, но врачи это сложно, это дорого и сложно, кто может. Ну и простые специальности, обычные рабочие, водители-строители, как правило. Дозеристы. Да, дозеристы, ну просто настройки. Настройки, как только они. Они, если я больше никого там... Вот эти все деревни вокруг Назарета, эти деревни, мы сейчас с вами проедем мимо Натрат-Элита, Натрат-Элит. И проедем мимо деревни, которая называется Кана-Галилейская, тоже очень-очень важное место для христианства. А что же там произошло в Кане-Галилейской? Почему это важное место? Дело в том, что именно там Иисус сотворил первое-первыхое свое чудо. Что там произошло? Он был приглашен на свадьбу, и на этой свадьбе присутствовали все апостолы, все его ученики. И присутствовала Мария, его мать. Надо сказать, что у Марии в самих Евангелиях не очень-то много о ней рассказано. Она выполняет роль женщины, которая родила Мессию. И, в общем-то, все. Больше о ней ничего не известно из евангелистов. Единственное, что вся биография Марии, кто она, кто были ее родители и так далее, все это описано, что она до 12 лет в храме воспитывал. Все это уже поздняя апокрифическая литература, то есть более поздняя, когда первые христиане спрашивали, кто она, не хотели они больше знать, кто эта девушка, откуда она, как она, где она росла, кто ее родители. И была написана ее биография Марии, то есть это более поздняя литература. В самом же Евангелии, у евангелистов же нет, много о ней не пишут. И то, что рассказано о том, что случилось в деревне Кана, это Кфар Кана, или иногда можно сказать Кефар Кана. Кфар это деревня, то есть Кана Галилейская. Что произошло? Пришел Иисус на свадьбу с Марией и со своими учениками. И выяснилось, что нет вина у гостей то, что сказала ему Мария, то, что сказала ему Мать. Стояли кады или чаны каменные. Опять мы возвращаемся с вами к каменной посуде. Стояли большие каменные, такие чаны, можно их назвать. И находим мы их действительно на раскопках, пользовались ими. И в этих чинах была вода. Была вода, так написано. И Мария сказала Иисусу, посмотри, нет у людей вина. И тут произошло что-то странное. Он ей ответил так, достаточно невежливо, скажем так, что мне тебе жену, то есть жену, женщина. И что тебе дает женщина? Он отвечает ей, как какой-то подросток, как ребенок в подростковом возрасте. Каждый родитель, кто вырастил детей, знает, что это такое подростковое возрасте. И непонятно, почему так он является. И именно здесь это произошло. Он превращает в вино. То есть люди вдруг обращают внимание, что вместо воды в кодах в этих находится вино. Это произошло здесь. Здесь произошло первое чудо. Еще после этого он уже начал совершать свои чудеса, лечить больных, оживлять мертвых и так далее. И это место, конечно же, очень важно для христиан. Здесь находятся две важные церкви. Католическая и православная. Естественно, что каждая конфессия хочет обязательно, чтобы в святом месте том или другом было ее присутствие. Присутствие и католиков, и православных. Здесь находятся две церкви. Одна церковь католическая, и в этой церкви на полу, так же, как во многих церквях можно видеть, сделана, хоть и мозаика новая, полновая, но в нем такие витрины. То, что можно, например, посмотреть наподобие в церкви в Гефсимане, в Гефсиманском саду. Опять я возвращаюсь к тем, что если найдено что-то при раскопках, обязательно сохраняется это и встраивается в новую церковь, чтобы обязательно было видно, что традиция древняя, что это не новая традиция. И здесь, в этой католической церкви, видны мозаики от церкви, которая построена была здесь в византийский период. А православный храм, он очень интересный, он тоже очень красивый. И в нем находятся два огромных каменных чана. Каменные такие, огромные. Это чаны, это котлы такие, я бы даже сказала. Выглядят они как огромные котлы, такие чаны. И толстые, каменные они. По краям, видно, люди приносят разные подарки, свои украшения. Как народ дарит иконам подарки, так же и здесь этим чанам положены украшения. Кольца, серьги, подвески, золотые цепи. И церковь сама с прекрасным двориком, с куполом. Мы сейчас проедем, я покажу вам эту церковь, обращу ваше внимание. Она очень красивая, у нее единственная проблема, она практически всегда закрыта. И дозвониться туда сложно, никогда не знаешь, попадешь ты туда с группой или нет. А прямо вот перед нами новый уже город Назарет Элит. Вот он на горе, на холме. Мы его сейчас с правой стороны увидим. Вот он прямо перед нами. Здесь, но у него, где он на Зарет Элит, каа, здесь,'но и тут. На-а. У него есть полный, то здесь у него. Хорошо. 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 вот он этот город новый много русских здесь живет очень тоже такой можно сказать русский городу русско-еврейский с назарецом мы посмотрели только маленькую часть прошли столько скажем скажем по одной улице да поэтому посмотрели только площадь перед храмом назарец город прекрасный он интересный базар очень хороший здесь базар восточный такой рынок запахами с шумом гамом есть красивый церкви осталось есть 22 церкви здесь есть мечети здесь есть церковь-синагога церковь где по традиции